Как только появились первые новости о пожаре, многие украинские политики поспешили заявить, конечно же, о диверсантах. Были сообщения даже о том, что какие-то диверсионные группы удалось задержать, но потом посыпались опровержения. И вот если честно, то по итогам нескольких дней обсуждения и вот этого пожара в Калиновке, и предыдущих возгораний на военных складах, версия вовсе не о диверсантах, а о халатности кажется более обоснованной. Почему, объяснит Инна Томина. Взрывы, разрушенные дома, паника и эвакуация. Взрывы на арсенале возле Калиновки далеко не первый случай в Украине. Боеприпасы в воинских частях у нас рвутся с удивительной регулярностью. Этот год, это уже третий выбух арсеналу, причем выбухнули за этот год два наибольших. Ну, то же самое, что и в Балаклее, то же самое, что когда-то в Новобогдановке, то же самое, что в Сватово. Сгорела открытая площадка. Такие крупные арсеналы хранят от патрона к автомату или к пистолету, заканчивая ракетами. Впервые Украина содрогнулась от мирной канонады в октябре 2003-го. В Бахмуте, тогда еще Артемовске, загорелись военные склады с боеприпасами. Более тысячи снарядов взрывались от огня. Осколки повредили сотни домов. Причиной была халатность. Из-за нее на 8 лет посадили двух военных. Но не прошло и полгода, Украина содрогнулась снова. Случилась Новобогдановка. Смертельный фейерверк длился почти неделю. Горели, рвались и разлетались на километры десятки тысяч тонн снарядов взрывчатки, реактивных ракет для градов, смерчей и ураганов. Тогда погибло пятеро, а еще 80 были ранены. Причина – снова халатность, курение возле боеприпасов. Через 4 года снова взрывы и эвакуация. В этот раз в Лозовой Харьковской области. Тогда пожар тушили несколько дней, а территорию разминировали несколько лет. Октябрь 2015-го. Уже в условиях войны, когда меры безопасности должны быть усилены, вспыхнули арсеналы в Сватово на севере Луганской области. Более двух тысяч разрушенных домов, четверо погибших. Сначала все списывали на диверсию врага, но потом признали служебную халатность. Но по мнению военных экспертов, за Сватово были наказаны только стрелочники. А вот расследование взрыва в Балаклее еще не завершено, пока официальная версия – теракт или диверсия врага. А что же в этот раз в Калиновке? Диверсия или халатность? В Генштабе утверждают, мол, это провокация врага. Но у прокуратуры мнение другое. В том, что без своих не обошлось, уверены и военные. И выстраивает версии произошедшего в такой последовательности. Служебная халатность – это первая версия, я считаю ее основной. Потом я не даю право на жизнь версии умышленного поджога с целью сокрытия недостачи. Вполне возможно, что там была недостача или хищение. Ну и третья версия, которая в принципе тоже имеет право на жизнь – это диверсия. Но диверсию бы я рассматривал опять же в контексте халатности. Какой будет окончательная версия, станет известно только после окончания расследования, как и фамилии виновных. Безусловно, агрессору выгодно лишать украинскую армию необходимого боекомплекта. Но если бы правила охраны таких объектов не оставались только на бумаге, то не каждая диверсия заканчивалась бы таким ЧП. Згадаем, что в грудне 2015 года была атакована Балаклия, но благодаря тогда решающим действиям особого склада базы, она была влетована от первой атаки. Были влетованы в Запорожьей области в 2016 году, в лютом, также склады. Диверсия противника не всегда может приводить до таких тяжких наследств, как в Балаклии и Калиневсе. О том, что нужно менять всю систему охранения боеприпасов, говорят давно. Наши арсеналы перегружены в несколько раз. Вся система охраны недостаточно. После взрывов Балаклия в Минобороны на безопасность военных складов просили выделить 5 миллиардов. Пока дали лишь 300 миллионов. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.